МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До нового года остается чуть больше двух недель готовности оперативных служб, органов государственной власти, муниципальных образований округа к проведению предстоящих праздников обсудили на заседании комиссии администрации Ненинского автономного округа по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно прошло под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. С 18 декабря по 9 января Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты Ненинского округа, будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и подведомственных медицинских организаций. В Департаменте строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа формируют график дежурств руководителей, ответственных за работу жилищно-коммунального сектора. В настоящее время надзорным ведомством проводится проверка учреждений, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Предполагается, что участниками проводимых там новогодних торжеств для молодежи, школьников и людей высокого возраста станут порядка 9 тысяч человек. В период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий в январе личный состав силовых структур переведут в усиленный режим несения службы. Предполагается задействовать порядка 140 человек и 66 единиц техники. Президент Владимир Путин расширил еще на 19 регионов эксперимент по взыманию самозанятых граждан налога на профессиональный доход. Согласно закону, опубликованному на портале правовых актов, изменения вступят в силу с 1 января следующего года. В этом эксперименте в 2020 году примет участие Ненинский округ. Специальный налоговый режим для самозанятых с начала 2019 года действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он обязывает самозанятых граждан, не нанимающих работников по трудовым договорам, платить налог от реализации товаров и услуг по ставке 4%, а если они реализованы юрлицами – 6%. Эксперимент с 2020 года будет действовать еще в 19 регионах, в том числе и в Ненинском автономном округе. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется. Если власти сочтут его успешным, то специальный режим распространят на всю страну. Всего на данный момент в качестве самозанятых в четырех пилотных регионах зарегистрировались более 300 тысяч человек. До конца года на компенсации многодетным семьям взамен земельных участков выделят дополнительные средства. Соответствующие поправки в окружной бюджет текущего года внесены на рассмотрение очередной сессии собрания депутатов. С начала года 72 многодетные семьи Ненинского округа получили компенсационную выплату взамен земельных участков. На эти цели средства окружного бюджета направлено порядка 68 миллионов рублей. Денежную выплату получили 63 семьи из Наринмара, 5 из Искателей, по одной семье из поселков Харивир, Красная, Нельминнос и Уськара. Размер денежной выплаты для жителей Наринмара составляет 1 миллион рублей. Поселка Искателей 600 тысяч рублей. Сельских населенных пунктов 450 тысяч рублей. В целом, с 2016 года, с момента действия поправок, внесенных в закон округа о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненинском автономном округе, возможностью получения компенсационной выплаты взамен земельного участка воспользовались 268 многодетных семей. Им было выплачено более 262 миллионов рублей средств регионального бюджета. По информации отделения соцзащиты населения, сегодня в очереди на предоставление компенсации состоят 327 семей. Подать заявление на предоставление выплаты многодетные семьи могут в администрации муниципальных образований Ненинского автономного округа, в котором они состоят на учете в целях предоставления земельного участка. Жителям округа будет предоставляться льгота по оплате услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект парламентарии региона рассмотрели на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Проект разработан в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Принятие законопроекта потребует дополнительных затрат из окружного бюджета в 2020 году для предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в размере 206,8 миллионов рублей. Отмечу, что вопрос о снижении расходов организации и предпринимателей по оплате услуг по обращению с ТКО будет рассмотрен на отдельном заседании. Стали известны результаты итогового сочинения, которое писали 11-классники из Нинецкого округа. Сочинение является обязательным, и его успешное написание считается допуском к единому государственному экзамену. Большинство школьников в нашем регионе с испытанием справились. Итоговый диктант писали 242 11-классника. 12 человек не явились на сочинение по уважительной причине. По результатам проверки итоговых сочинений, 18 школьников получили незачет. У них будет возможность пройти испытание еще раз 5 февраля. Если по объективной причине выпускник не может присутствовать на повторной сдаче экзамена, или во второй раз получит неудовлетворительную оценку, ему будет предоставлена последняя возможность написать сочинение 6 мая 2020 года. Задача итогового сочинения — выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, литературную зрелость, умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Для школьников творческая работа является допуском государственной итоговой аттестации, а для выпускников прошлых лет и обучающихся средних профессиональных образовательных организаций возможностью набрать дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Итоговое сочинение в случае предоставления его при приеме на обучение в высшее учебное заведение действительно в течение 4 лет. Если выпускник прошлых лет решил переписать сочинение, то при поступлении в ВУЗ он сможет представить работу только текущего года. А сочинение прошлого года аннулируется. На Ренмаре депутаты Совета городского округа утвердили параметры городского бюджета на 2020 год и плановый трехлетний период. В целом по доходам городской бюджет составит порядка 944 миллионов рублей. Расход на его часть около 952 миллионов. Прогнозируемый дефицит бюджета немногим более 8 миллионов рублей. Что касается структуры доходов, поступающих в городской бюджет, то она выглядит следующим образом. Порядка 40% расходов муниципального образования составит расходы на осуществление полномочий в сфере ЖКХ и благоустройство территории города Нарьинмара. Это 421 миллион рублей. На дорожное хозяйство и транспортное обслуживание потратят более 184 миллионов. Депутаты Совета городского округа единогласно поддержали представленной администрацией Нарьинмара проект городского бюджета на 2020 год и плановый период. В рамках работы сессии был также рассмотрен вопрос о структуре Совета городского округа. В работе сессии принял участие мэр города Нарьинмара Олег Белак, руководитель муниципальных предприятий. На заседании комиссии по социальной политике депутаты обсудили оказание зубопротезной помощи жителям округа. Ранее эта тема подробно рассматривалась вместе с общественными организациями, Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. В настоящее время на территории округа предусмотрена компенсация расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения. Право на получение выплаты имеют граждане, постоянно проживающие на территории округа. Выплата предусмотрена женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55 лет. В 2017 году 307 человек получили компенсацию на общую сумму более 9 миллионов рублей, а в 2018 году уже 527 человек на сумму 12 миллионов рублей. Депутаты рекомендовали профильному ведомству изменить порядок и условия предоставления компенсации расходов на зубопротезирование. Дополнительно компенсацию будут получать везераны боевых действий и инвалиды независимо от возраста и группы инвалидности. Также предложено установить периодичность получения выплаты один раз в 5 лет. По предварительным данным профильного департамента компенсации могут воспользоваться более 800 человек в год, на что ежегодно из окружного бюджета потребуется 19 миллионов рублей. Как заверили представители департамента, соответствующие изменения в госпрограмму по компенсации расходов на зубопротезирование разработано и в настоящее время идет предварительное согласование в профильных ведомствах. Определены победители интернет-конкурса «Поющие голоса» в номинации «Самый оригинальный выбор песни» для перевода на Ненецкий призовые места достались нашим землякам Александре Фоминой и Сереже Дедушкину. Конкурс каверов на ненецком языке стартовал в социальной сети ВКонтакте 1 октября. Его идейным вдохновителем стали активисты Комитета по делам малочисленных народов Севера Ямала-Ненецкого округа. Конкурс каверов на ненецком языке, объявленный в социальной сети ВКонтакте активистами из Ямала-Ненецкого автономного округа, нашел горячую поддержку в нашем регионе. Свои работы на конкурс представили более 10 участников в сольные и групповые проекты. Победители определяли в трех номинациях за вокальное исполнение, за оригинальный выбор песни и приз зрительских симпатий. Александра Фомина, жительница Наринмара, сотрудница этнокультурного центра, стала победительницей в номинации за оригинальный выбор песни. Все участники конкурса получили дипломы и небольшие подарки. Кроме того, планируется выпустить песенник с переводами.